Долгиновский тракт Это из памятной даты, из юбилейной даты, потому что следующий год – это год 130-летия рождения, со дня рождения Янки Купала и Якуба Колоса. В принципе, я где-то еще в середине 90-х годов написал текст экскурсии «Купаловская Лысогорщина» и «По Долгиновскому тракту в Буцлав». Вот сегодняшняя поездка – это, можно сказать, первое такое активное использование тех материалов, что у меня накопленные. Долгиновский тракт, которому более 400 лет, ведет нас отсюда на монастырское подворье. Этой дорогой шли разные люди в разное время. В их числе были известные белорусские писатели Янка Купала и Якуб Колос. «Дороги, темные дороги, вы так маукливы, вы так строги, кто вас обличить, кто вас змерить, кто ваши звивы усе проверить, кто ваши ходы отшукая, бо усе свою дорогу мая». Так писал Якуб Колос в поэме «Новая земля». Этой же дорогой на нашу землю приходили завоеватели. Здесь грохотали колесницы войны. Память о тех, кто мужественно защищал эти места, берегут древнее городище, курганы и памятники обелиски у дороги. Дальше Долгиновский тракт ведет нас в деревню Мацки. Каждый его поворот – напоминание о людях, чья жизнь, судьба тесно связаны с этой землей. Здесь жил известный критик, пианист, фольклорист и композитор Флориан Мелодовский. Он тут жил с 1855 по 62 год. Он тут створил оперету конкуренты для минской акторки Дроздовской. Тут он створал иншие музычные творы, отсюда он слал свои дописы, часопис «Рух музычный». Старое кладбище. Когда-то здесь, в Свято-Троицком храме, служилась божественная литургия. Сейчас остались только стены. Яны цудам тут захавалися. На жаль, стан их уже таки, что их и не адновеш. А по вонковому выгляду, в этих рештах можно зауважить, что храм вельми старожитный. Махчима 18-го стагодия. И он, сделанный у такой народной архитектурной традиции драуляной, и он не добудовывался, не поширался. И, на жаль, был занят баны. А теперь дорога ведет нас в деревню Карпиловка, где жил белорусский литератор Ядвигин Ша, близкий друг Янки Купалы и Якуба Колоса. Эти известные писатели были частыми гостями в его усадьбе. Именно Ядвигин Ша убедил Янку Купалу писать на родном белорусском языке. Усадьба окружена лесом, и на ее территории находится местный памятник природы, этому огромному дубу несколько столетий. Сдавен давно, все звали его дуб дзядуля. Листья на им такое свежие, хотя шмар сучу уже и нема. А вот еще памятник нашей истории. Один из многочисленных дотов, построенных в 30-е годы 20-го столетия, когда возводилась линия обороны Сталина. Я сам недавно доведусь, что дзод – это деревянная, земляная огневая точка. То есть это в земле и деревянная. От прадеда спакон веков нам засталася спадчина, ся род своих и чужаков, и она нам лаской матчиной. Кожаный, кто пройшел этими стежками, он обовязково отчув, это пригожось, и она доброй струночкой зазвенела в его сердце. И тому, может, саправды, это пригожось мясти наших белорусских, это тихое турсание наших крыльниц, и оно и дало таки плен, что вот по неких таких подликах на душу населенности в Беларуси приходится самая большая колькость поэтов. А по первую очередь нашу мову ставить у первшую десятку мов. Эту дорогу воспел в своих стихах Янка Купала. На хуторе Акопы он жил около 20 лет и здесь написал свои самые знаменитые произведения. В деревне Хоружинцы открыт музей Янки Купалы. Тут у вёсцы Хоружинцы был открытый Купаловский музей у адновленным драуляным будинку, який поставлен на местце колешнего хутора Михалешки, где жила семья Нестяровича. Гэтая мястина вельми добра догледжена, тут вельми дбайный господар гэтага филияла. У нас в гэтым комплексе сустракая памятный камень с радками Янки Купалы, верш «Христос о воскроз». «Христос воскроз!» «Тобе, о Божа, и я в день гэты просьбу шлю, хай Беларусь, моя сторонка, воскресне к вольному життю». У Янки Купалы была мечта, которую он выразил в стихотворных строках. «На высокой горе, где никто не аре, только птушка-арол, где садится, там сбудую взвяду, низю сей наведу, мураванную вежу звонницу, и завешу я звон из усих чудных сторон, ровня голос и вихру, и грому, як пушчу яга уход, склича у мих карагот, ни один не заседится дома». Через сто лет, по промыслу Божиему, был возведен на горе храм, в котором скоро зазвонят колокола. «А зачем нужна дорога, если она не ведет к храму? И наша дорога привела нас к храму. Мы стоим с вами в преддверии храма. Храма, освященного в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Вот сейчас вы пройдете и, наверное, удивитесь, как большинство тех, кто сюда приезжает, как за столь короткий срок с Божьей помощью, с молитвой, как можно преобразовать эту землю, на которой действительно ничего не было». Он построен насильниками монастырского подворья, людьми страждущими. Через труд, молитву, покаяние их души возрождаются к новой жизни, свободной жизни с Богом. Здесь совершается непрестанная молитва братьев, попеременно читающих неусыпаемую псалтирь. У каждого человека свой непростой путь к храму. Именно здесь Господь соединяет всех в молитве. «Ты жена и благословен Мужчина Твоего, я Господа родила и сиждала». «Очень понравился храм, особенно, когда знаешь, что его построили люди, которых общество, можно сказать, не принимает, и которых принял монастырь и доверил ему. Они благодарят этой работе, благодаря труду для Бога, для монастыря и сами самовыражаются, и приходят многие к Богу». «Они учатся молиться. То есть люди совершенно, даже неверующие, не знающие ничего о Боге, приобщаются к жизни церкви. И уже остальное, то есть отношения этих людей очень ответственны к послушанию. Но здесь просто по их возможностям они работают на максимуме». Братья трудятся в поле, на ферме, в мастерских и теплицах. А еще на Лысой горе есть питомник среднеазиатской овчарки – Сирин, обитатели которого встречают нас в приветственном районе. Как-то вот, казалось бы, недалеко от Минска, но так вот, такой вот укромный уголок, который абсолютно цивилизация, кажется, обошла стороной. Ну, в том смысле, что нет такой суеты, как-то вот все в своем, вот такая особенная атмосфера, которая привлекает и которую, ну, вряд ли где-то можно найти еще, вот кроме монастыря. Ну, вели мне сподобалось то, что по дорозе сюда мы заехали в некорки местинов, связанных с нашими литературными деятшими, с письменниками, поэтами. Поездка дала выявление об тым, на кольке шмат людей тут знаходят ротунок для себе, вертаются до нормального життя, не только близкость до Бога, алей, и аше, и близкость до природы. Сам апостол сказал, что вначале душевное, потом духовное. Если не подготовить душу добрыми, душевными переживаниями, способностью любить, воспринимать красоту природы, красоту песнопений, красоту, стихотворные строки, то и в духовной жизни человек будет беден. Он очень многого не поймет, не примет, не почувствует. Вот и заканчивается наше паломничество по Долгиновскому тракту. А для кого-то оно еще впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok